Нарушение работы иммунной системы. Человек не заболевает до тех пор, пока защитная система его организма находится в форме. Защитный механизм человека, иммунная система, это великолепное изобретение природы. Если она функционирует верно, то шансы болезнетворных микроорганизмов очень незначительны. Хорошо функционирующая иммунная система является наилучшим гарантом вашего крепкого здоровья. При сильном защитном механизме организма вы сможете противостоять болезни. Удивительно, что иммунная система даже сегодня еще хорошо функционирует у такого большого количества людей. Ведь мы, современные люди, живем так, будто намеренно хотим вывести из строя нашу собственную иммунную систему. Состояние иммунитета напрямую связано с состоянием тимуса. Тимус – вилочковая железа. Один из важнейших органов иммунной системы. Он увеличивается и развивается только в юном возрасте. Лишь в пору половой зрелости человека тимус достигает своих настоящих размеров. Он, так сказать, в расцвете сил. Затем некоторое время не происходит ничего особенного. До 40 лет тимус практически не изменяется. И только начиная с момента после 40 лет вилочковая железа изменяется. Она начинает сморщиваться и постепенно превращается в жировую ткань. У 80-летних очень часто даже и следа не остается от ткани тимуса. Величина тимуса тесно связана с количеством имеющихся в распоряжении организма лимфоцитов. У пожилых людей часто наблюдается их значительный дефицит. По этой причине люди пожилого возраста заболевают чаще, чем молодые. Иммунная система уже не в той форме и не так активна, как в молодые годы. С возрастом сила нашей иммунной системы ослабевает, что неудивительно при тех многочисленных нагрузках, которым она ежедневно подвергается. Насколько хорошо функционирует наша иммунная система, зависит от вас. Как только защитный механизм ослабевает, самые разнообразные возбудители болезней получают шанс, которого они так долго ждали. Вам лишь следует уделять иммунной системе чуточку внимания и заботиться о ней. Тогда вы будете чувствовать себя молодым и активным и останетесь или станете здоровым без чудодейственных средств, без синтетических медицинских препаратов, а только с помощью ваших собственных усилий. Каждый день тонко настроенный механизм иммунной системы атакуется дефективными обломками клеток, вирусами и бактериями, но в большинстве случаев мы даже не замечаем, что в организме идет борьба. Иммунная система большинства людей способна самостоятельно, без антибиотиков или других медикаментов, благодаря естественной воспалительной реакции уничтожить возбудителей болезни. Нужно только немного подождать. Однако в большинстве случаев люди ничего не хотят слышать о самоизлечении и не находят ни времени, ни терпения, необходимых для этого. Иммунная система у мужчин и женщин различна. По-видимому, женщины обладают более действенной иммунной системой, чем мужчины. Поэтому средняя продолжительность жизни женщины больше. Мужчины чаще подвергаются инфекционным заболеваниям, хотя, может быть, здесь играет свою роль иной характер поведения и особое место мужчин в социальной структуре. В то же время большую восприимчивость к инфекциям можно объяснить на клеточном уровне, скорее всего, исходя из гормональных функций. Дело в том, что важнейшие мужские гормоны, тестостероны, могут прилипать к лимфоцитам, тем самым препятствуя работе. Эстрогены, женские половые гормоны, оказывают стимулирующие действия на лимфоциты, что выражается в более высоком уровне иммуноглобулинов у женщин, то есть в увеличенном количестве белковых веществ, антител в крови. Исследователи открыли, что иммунная система непосредственно зависит и от состояния нервной системы. С этими двумя системами связана и так называемая эндокринная система, к которой относятся железы, вырабатывающие гормоны. Контакты между психикой, гормональным выбросом и аутогенной защитой организма осуществляются с помощью целого ряда различных веществ, выполняющих роль курьеров. Неправильное сочетание продуктов. В зависимости от того, в какой именно жизненной ситуации находится человеческий организм, из широкого набора предлагаемых питательных веществ ему необходим то один продукт, то другой, то в большем, то в меньшем количестве. Требования к составу питательных веществ для младенцев иные, нежели для детей школьного возраста. У молодежи другие потребности в питании, чем у взрослых людей. Рабочий, занятый на трудных работах, нуждается в питании, отличном от питания политика, который днями и ночами вынужден проводить время за столом заседаний. Потребность в питательных веществах беременной женщины или профессионального спортсмена иная, нежели у студента, который в тихой комнатушке готовится к своему экзамену и вообще не выходит из дома. У всех этих людей потребность в питательных веществах разная. Понятно, что потребности лиц, страдающих тем или иным заболеваниям, еще более различны. Одинаковым остается потребность в качественных и не в консервированных продуктах с преобладанием фруктов и овощей. Свежие овощи не только аппетитны и внешне привлекательны, они укрепляют иммунную систему. Но с пищей к нам приходят не только питательные вещества. Неправильные сочетания продуктов, консервы, приводят к образованию шлаков. Шлаки – это недопереваренные частицы пищевых продуктов. Погибшие клетки, токсичные вещества, выделяемые живущими внутри микроорганизмами, токсические или просто нерастворимые вещества, поступающие с пищей, образующиеся в процессе жизнедеятельности, дефективные клетки, такие как опухолевые, некоторые клетки крови и другие. Важно понимать, вредить шлаки могут по-разному. Внутри нас циркулируют растворимые токсические вещества, способные проникнуть в кровь и распространиться по всему телу. Некоторые шлаки состоят из нерастворимых в крови веществ. Они вредны хотя бы потому, что могут выпадать в осадок в самых неподходящих местах и закупоривать мелкие сосуды – капилляры. Великий терапевт Зелманов утверждал, что именно засорение капилляров приводит человека к смерти, потому что именно по ним питание непосредственно попадает к большей части клеток и отводятся продукты жизнедеятельности последних. И избыточный холестерин, аллергены, нерастворимый кальций, ураты, оксалаты, фосфаты, соли – все это вещества, от которых необходимо избавляться. Можно воспринимать как шлаки и мочевину, накапливающуюся в крови при почечной недостаточности, и даже суррогаты алкоголя, употребляемые для получения удовольствия и одновременно скорейшего расставания с жизнью. Отдельно хочется остановиться на питании пожилых людей. Они, к сожалению, часто питаются неправильно, особенно если живут одни. У них зачастую нет никакого интереса питаться регулярно и разнообразно. Обычно они покупают еду, которую дома нужно лишь подогреть на скорую руку. Либо и этого не делают, а ограничиваются бутербродом или булочкой с повидлом и чашкой кофе. Вместо того, чтобы начинать утро с салата, из сырых овощей. Разумеется, в таком случае организм не получает никакого материального обеспечения для своей и без того ослабленной системы защиты. Но и пожилые люди, у которых есть возможность позволить себе хорошую еду и которые регулярно занимаются стряпней, зачастую готовят не то, что необходимо их организму. Лишь немногие следят за полноценным питанием. Обычно в этом возрасте у людей искусственные зубы. Они жалуются на плохое пищеварение. Все чаще отклоняют полноценное питание, прибегая к одному аргументу. У меня всю жизнь не было полноценного питания. А вон сколько мне лет. Теперь-то уж поздно начинать. Также возражают они и в тех случаях, когда речь заходит о потреблении свежих фруктов и овощей. Ведь компот и повидло нельзя считать полноценной заменой. Откуда же в таком случае иммунной системе взять энергию для защиты от возбудителей, если у нее нет для этого необходимого сырья? Ультрафиолетовое облучение. В стратосфере озоновый слой утончается, а в воздухе, которым мы дышим, озона становится все больше. И то, и другое плохо для нашего организма, хотя и по разным причинам. Озоновый слой в стратосфере некогда сделал возможным появление жизни на Земле. Без его защитного действия Солнце жестоко подавляло бы все молекулярные обменные процессы, необходимые для жизни. Молекулярные соединения белков и генетического материала человека, животных и растений стабильны лишь в видимой части спектра, то есть при длине волны свыше 320 нанометров. При облучении более короткой части светового спектра, в том числе при ультрафиолетовом облучении длиной волны от 280 до 320 нанометров, эти соединения распадаются. Особо чувствительны к облучению строительный материал белка и генетический материал, поэтому при бомбардировке ультрафиолетовыми лучами они пробивают клетку насквозь. Пигментные клетки кожи такое облучение не выдерживают. Их обычная функция заключается в том, что они образуют против солнечной радиации на поверхности кожи темные цветовые пятна, которые мы называем загаром. Но при этом сильное облучение и их наследственная информация сбивается с обычной программой. Черная окраска откладывается в неконтролируемо растущих клетках. Они теряют свою защитную функцию и превращаются в опаснейших врагов. Слишком продолжительные солнечные ванны увеличивают опасность кожного рака. Ультрафиолетовые лучи вызывают мутацию пигментных клеток. У людей со светлой кожей чаще отмечают кожный рак, особенно меланому. Некоторые ученые полагают, что вероятность развития меланомы повышается у тех людей, которые принимали антибиотики широкого спектра действия, седативные препараты, противозачаточные средства и готовую к употреблению еду, в которой не хватает витаминов, но в избытке содержатся консерванты. Последствия ультрафиолетового излучения особенно заметны у тех людей, чья иммунная система ослаблена. У детей, беременных женщин, пожилых людей после болезни, то есть людей, которые недавно перенесли какую-то болезнь. Ультрафиолетовый свет разрушает прежде всего ферменты, ответственные за нормальный ход процессов обмена веществ в клетках, а также за все восстановительные механизмы. Нет ничего удивительного, что при этом затрагиваются также иммунные клетки кожи. Удалось доказать, что при сильном ультрафиолетовом облучении внезапно пышным цветом расцветает инфекция герпеса. Не исключено, что оно также способствует развитию СПИДа и других инфекций. Определенные вирусы активизируются только при более сильном ультрафиолетовом облучении. Разрушение озонового слоя идет им на пользу. Продолжающееся разрушение озонового слоя может приостановить, если это вообще возможно, только самыми решительными мерами политического характера. Сам человек помочь себе никак не может, разве что, предпочтя проводить отпуск не на севере, а на юге, будет использовать одежду для защиты. Впрочем, так поступали и наши предки, которые ничего не знали о губительном воздействии солнца, но инстинктивно пытались его избежать. От очень сильного солнечного излучения помогают солнцезащитные кремы. Особенно необходимо использовать их на воде и в горах. Для светловолосых и особо чувствительных к солнцу людей крема от солнца рекомендуется использовать повсеместно. И не забывайте научить пользоваться кремом детей, хотя еще несколько лет тому назад полагали, что солнечный ожог лучше, чем химикаты на коже. Крем не нанесет вреда, если вы будете смывать его после принятия солнечных ванн. Вы можете сделать его сами, если категорически против консервантов.